Глобальный долг достиг таких последствий, то есть для его сокращения есть всего два варианта. Увеличить налоговую нагрузку, то есть доходную часть. Соответственно, увеличить доходную часть бюджета вы можете двумя способами. Первый способ – увеличить налоги. И это, по сути, будет просто перераспределение от очень богатых к менее богатым или к бедным. Второе – это, соответственно, инновации, развитие, увеличить производительность труда. И в этом случае, вот по какому пути какие страны непосредственно будут идти? Проще поднять налоги, сложнее вкладывать в человеческий капитал, потому что, опять-таки, это не даст быстрой сиюминутной прибыли, а электоратная, то есть выборы происходят во власть каждые 4-5 лет. И поэтому никто не хочет там какую-то занимать долгосрочную стратегию. Поэтому сначала, естественно, будут доходную часть за счет налогов. А налоги наряду с высокими налогами, наряду с высокой инфляцией – это еще большее сокращение располагаемых доходов, то есть все равно заплатят люди. Но при этом, мне кажется, платить будут в первую очередь, платить будут теперь и сейчас не основное население. То есть с бедных, со среднего класса особо взять-то уже нечего. Платить в этом случае будут богатые, в том числе и через налоги. Неопределенность будет расти, так как экономика никогда раньше не функционировала в условиях нулевых и даже отрицательных процентных ставок наряду с программами выкупа активов. То есть вот те меры помощи, которые сейчас предоставляются, и монетарные, и государственные, ну то есть и центральными банками, и правительствами, никогда еще в мире не предоставлялось. Соответственно, факторов неопределенности очень много. То есть никто не понимает, как на это отреагирует экономика. То есть понимают, что как бы денег стало больше. Должна быть инфляция, но ее вроде бы и нет. И поэтому, как это произойдет, непонятно. И неопределенности здесь будет только расти. Жадные, нетерпеливые инвесторы будут наказаны, то есть это однозначно. То есть люди, которые сейчас увидят коррекцию на 30, 40, 50 процентов, эти ребята могут быть очень жестко наказаны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова